Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова наука. Средств для защиты наших растений, для их укрепления, для повышения урожая довольно-таки много, но одним то недоступно, другим другое недоступно. Вот сегодня я вас познакомлю с одним замечательным средством для защиты наших растений от болезней, для того, чтобы создать неблагоприятные условия для повреждения их вредителями и для того, чтобы создать самые благоприятные условия для их роста и развития. Вообще на моем канале довольно много всевозможных рецептов, но вы должны понимать, что множество рецептов не означает, что вы должны их использовать прям все вместе, все сразу, все одновременно. Выбирайте из них те, которые помогают вам именно в ваших условиях, потому что часто очень эти советы, рецепты зависят от того, какая у вас почва, какая у вас агротехника, какое у вас состояние растений и так далее. Но пробовать, безусловно, нужно разное, но не гонитесь за тем, чтобы использовать абсолютно все. Этот рецепт хорош тем, что его ингредиенты абсолютно каждому доступны. Этот раствор называется синий раствор. Я сейчас расскажу, как им пользоваться, как его готовить, а потом уже расскажу о сущности этого метода и как он работает. Прежде всего в состав этого раствора входит йод. Легче всего взять аптечный йод. Во флакончике обычно 10 миллилитров. Нам понадобится половина флакона. Вторым компонентом является самый обыкновенный крахмал. Вы можете взять крахмал картофельный или кукурузный или любой другой, какой есть под рукой. Для того, чтобы приготовить базу, необходимо взять столовую ложку крахмала и сварить крахмальный клейстер. Я обычно предварительно немножечко как бы разбавляю этот крахмал в холодной воде, а потом вливаю в горячую воду. Получается клейстер. После того, как крахмальный клейстер такой жиденький остыл, в него добавляется йод в количестве половинов аптечного флакончика, то есть 5 миллилитров 5-процентного раствора. После того, как компоненты подружились, их надо помешать. Указанное количество, вот полфлакончика йода и столовая ложка крахмала, это количество на 10 литров воды. Соответственно, надо разбавить его. Вот у меня 5 литров опрыскиватель, значит я беру половину от того литра, который у меня получился. И дальше необходимо просто взять и легко опрыскать наши растения. Этот раствор не обладает обжигающим действием никаким абсолютно, и он хорошо ложится на листья, и он очень-очень хорошо защищает наши растения от всевозможных проблем, в том числе от болезней. Даже самых опасных, такие как фитофтороз, альтернариоз, антракноз, различные гнили плодов и так далее. Такую обработку можно делать 1 раз в 2 недели, а раствор не хранится. Он совместим с биологическими препаратами любыми, и бактериальными, и грибными, и также он совместим с различными подкормками, например, подкормкой минеральными удобрениями. Не совместим этот раствор с молоком. Вот существует похожий раствор, но когда йод капается в молоко. Не надо так делать, потому что образующийся йод козеин является абсолютно недоступным для наших растений, и никакого положительного действия на наши растения этот раствор с молоком не оказывает. Это из области шаманства, когда люди не знают механизмов, а рекомендуют. Итак, в чем суть применения этого метода? Данный раствор годится для применения абсолютно всех растений. Мы уже на протяжении третьего года испытываем этот раствор. Ну, уже 2 года полных испытаний достаточно, и в этом году уже испытания, можно сказать, во второй половине находятся. Поэтому вполне можно говорить об эффективности этого раствора. Мы его испытывали на тепличных овощах. Это томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Мы его испытывали на капусте. Мы его испытывали на землянике. И мы его испытывали, ну, в частности, на плодовых растениях, на сливе. Мы контролировали такое заболевание, когда дырки образуются. Это клястероспариоз и на вишне кокомикоз. Такие дырочки, не дырочки, но такие пятнышки. И черненькие с желтым орелом. И листья желтеют и отваливаются. И во всех этих четырех группах этот раствор показал себя очень и очень хорошо. Он примерно снимает, без всяких там прямых фунгицидных и прочих обработок, примерно на 70% снимает риски возникновения, например, фитофтороза на посадках томата и картофеля. Как же это работает? Такие концентрации йода, безусловно, не обладают никаким фунгицидным или бактерицидным эффектом. Но у этого йода есть три положительных момента. Первый, когда мы наносим на листья этот раствор. В этом случае листья, все листья любых растений покрыты сверху восковой кутикулой. Есть, пусть даже почти незаметный, но восковой слой. И этот воск, будучи органическим веществом, он соединяется с йодом. Образуются модифицированные воски, которые должны быть разрушены фитопатогенами. Но фитопатогены, вот такие модифицированные воски, кутикулу эту разрушить не могут. У них нет механизма преодоления вот этой модификации кутикулы. При попадании на плоды, при попадании на листья, они как бы становятся панцирем таким защищены от того, что патоген проникнет. Но, конечно, вы не можете покрыть ваши растения абсолютным панцирем. Поэтому какие-то там точечки проникновения могут оставаться. Но в целом растения очень-очень-очень делаются такие устойчивые к фитопатогенам. И с учетом их там с большего устойчивости, вполне может быть, что фитопатогены вообще, какие-то болезни у вас тут и не появятся. Второй момент связан с поглощениями растения йода. Вообще, в целом, йод наземным растениям, если это ни океан, ни море, он им как бы особо и не нужен. Они его, конечно, накапливают, они его всасывают в доступный йод из окружающей среды. И в отношении многих растений, таких как томат, салат, огурец, есть очень много литературных сведений о том, что вот такие вот небольшие концентрации йода значительно увеличивают урожайность. Почему это происходит? Потому что йод в таких концентрациях, он как бы бодрит растения, он повышает там уровень содержания других веществ, там антиоксидантов, веществ, которые помогают сопротивляться растениям различным стрессом. То есть он имеет не прямое, но опосредованное воздействие на наши растения. Ну, то есть участвуют в процессе окислительного стресса, снижая вот этот уровень стресса и, как следствие, способствуя набиранию урожайности, повышению продуктивности растений, повышению их сладости, повышению их вкусу. Там почти в 5 раз в листьях салата в ответ на эту обработку повышается, например, уровень аскорбиновой кислоты. Но это же не кот чихнул, это тоже что-то значит. И третий механизм вообще очень интересный. Он работает лучше, когда этим раствором не опрыскиваем, а когда поливаем под корень. Примерно по пол-литра такого растения, раствора на взрослое растение томата необходимо подлить. Ну, или огурца, или любого другого схожего растения. Значит, когда мы подливаем, то в этом случае йод сразу же, буквально очень быстро, соединяется с органическим веществом почвы, и корни его жадно поглощают. При этом сами растения производят на основе йода особое вещество. Это йодметан, летучее вещество, которое испаряется листьями, и растение делается как будто бы покрыто таким ореолом защитного газа. И при этом растение его постоянно-постоянно-постоянно выдает. Ну, понятно, что оно накапливается самой-самой тоненькой поверхности вокруг растения. Но при всем том, этого уже бывает достаточно, чтобы вредители, в том числе белокрылка, и там совки, и другие вредители опасные, чтобы они уже, как говорится, не перли на наши растения, чтобы наши растения становились неблагоприятными для заселения разнообразными вредителями. Ну и плюс все вот эти функции, о которых я сказал в отношении антиоксидантов, накопления антиоксидантов и снижения уровня окислительного стресса в растениях. Поэтому, несмотря на то, что сам по себе йод не оказывает фунгицидного, бактерицидного влияния в таких концентрациях, это без сомнений, я об этом множество раз говорил у себя на канале. Все же вот такое разумное применение, правильная концентрация, правильная схема и правильный способ нанесения, внесения, периодичность весьма и весьма помогают решить множество проблем в наших теплицах. Когда я слышу, что кто-то не может купить препараты, препараты недоступны, удобрений даже нет, там еще чего-то нет, то, поверьте, этот вот способ вполне может стать хорошим подспорьем и хорошей альтернативой другим, особенно недоступным методам для того, чтобы контролировать болезни и даже отчасти вредителей, даже таких опасных, как белокрылка, как в теплицах, так и в открытом грунте. Я этот раствор очень люблю, хотя бы даже потому, что в процессе обработки происходит йодизация урожая, и урожай у нас в Беларуси почвы бедны, вот в том регионе, где у меня огород, ну и вообще, ну много где, кроме южных регионов, у нас повсеместно нехватка йода в почве, и, соответственно, нехватка йода в продукции, он же в продукции нигде не возьмется, ниоткуда, всего в почве нету. И по этой причине вот такая йодизация наших растений способствует йодизации и урожая, и пусть там будут ничтожные микродозы йода накапливаться, но это как раз именно то, что нам надо для сохранения нашего здоровья. Ну и помните, что продукты, содержащие йод, йодированная соль, там хлеб с йодированными, с той же солью и так далее, это очень важно, в том числе и для детей, потому что нехватка йода в детском возрасте, в младенчестве, в детском возрасте, она приводит просто к, ну, недоразвитию интеллектуальных способностей ребёнка, и по этой причине, конечно, про йод нельзя забывать. У стариков часто йод очень плохо усваивается уже из организма, и поэтому объединённость рациона йодом, она является опасной. Чтобы там эти таблетки не глотать какие-то с йодом, ну, почему бы не использовать вот этот метод йодизации продуктов, о котором я говорил уже, наверное, не раз уже говорил о том, что это весьма и весьма благоприятная штука. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, обязательно пользуйтесь этим рецептом. Мне он нравится, благодаря тому, что йод здесь связан с крахмальчиком, он не парит, поэтому он представляет минимальную опасность для нашего поликарбоната, то есть он усваивается растением, но не улетает и не портит наш поликарбонат. В этом смысл крахмала, именно связать, потому что иначе будет с поверхности листьев достаточно быстро испаряться. Из почвы не испаряется, а вот из поверхности листьев испаряется. Защищаем просто с помощью крахмала, оптимизируем нанесение и защищаем поликарбонат, пленку и все, что не любит этой галогенизации. Что ж, на этом прощаюсь с вами, до скорой встречи!